друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife меня зовут александр будем сегодня рассматривать такой планшет как xiaomi mi pad по моему мнению это одна из лучших моделей в размере 8 дюймов эта модель конкурент ipad mini модель стоит в районе 5000 гривен у нас в украине и действительно здесь есть о чем рассказать огромное достоинство есть огромное количество плюсов но есть некоторые минусы у этой модели давайте рассмотрим комплектацию поставляется вот в такой вот коробке стандартная коробка с логотипом xiaomi это подтверждение того что эта модель является оригиналом все технические характеристики обозреваемая модель мне на 16 гигабайт и в белом цвете по комплектации здесь все просто производитель ничего такого не кладет здесь есть блочок зарядки который у нас идет на 2 ампера есть документация вместе со скрепкой скрепка нужно чтобы открыть лоток под карточку памяти ну и стандартный шнурок для подключения планшета к компьютеру ну и собственно той же зарядки перейдем непосредственно к планшету к его внешнему виду модель 8 дюймовая корпус у нас монолитный неразборной как и в любом принципе другом планшете это в смартфонах есть чему удивляться в этих моментах а в планшетах нет модель имеет шикарное разрешение дисплея дисплея здесь у нас IPS выполнен по технологии и IPS и ОГС то есть воздушной прослойки нет разрешение дисплея составляет 2048 на 1536 это разрешение retina по толщине модель составляет примерно 8 и 5 миллиметров то есть меньше сантиметра конкурента ipad mini что-то там до восьми миллиметров спереди у нас защищенное стекло gorilla glass 3 есть три сенсорных кнопки они подсвечиваются только тогда когда нам нужно на них нажимать когда мы их выключаем то у нас цельная такая панелька и ничего не видно сверху 5 мегапиксельная фронтальная камера логотип сяоми есть индикатор пропущенных звонков который может светиться разными цветами есть датчик освещения здесь у нас нет ничего здесь пустая грань кроме как разъем под карту памяти тем лотком который в комплекте его можно открыть сверху разъем для наушников с этой грани у нас кнопка включения выключения качелька громкости и снизу разъем для подключения к компьютеру либо к зарядке micro usb сзади панель у нас выполнена в белом цвете выпускается эта модель в самых разнообразных цветах бывают белые желтые зеленые голубые розовые черные по отзывам в интернете белая панель на ней меньше всего видно отпечатков пальцев меньше всего видно потертости и так далее здесь есть два отличных по звучанию динамика есть логотип сяоми динамики здесь стерео основная камера у нас идет на 8 мегапикселей ну есть микрофон по сборке планшет шикарно смотрится он очень классный по дизайну мне очень нравится конечно на лицевой панели остаются отпечатки пальцев без этого никуда ничего не скрипит ничего не люфтит все очень плотно собрано очень монолитно то есть нареканий здесь никаких быть и не может давайте начнем технический обзор с технических характеристик через программку antutu железо здесь шикарная это действительно игровой планшет рабочая лошадка 47 тысяч баллов набирает эта модель но это очень классный показатель все почему да потому что здесь установлен у нас четырехъядерный nvidia тегра к 1 здесь не даже несмотря на то что разрешение 2048 на 1536 этого процессора достаточно для любых современных задач для любых современных игр на максимальных настройках графики и так далее 2 гига оперативки 16 встроенной напоминаю что есть слот под карточку памяти можно можно поставить ее туда частота работы этого процессора составляет 2 и 2 гигагерца это 32 битный процессор то есть это не новая архитектура 64 битная но ничего страшного 8 мегапиксельная камера основная с автофокусом фронтальная 5 мегапиксельное качество отличное разрешение видео видеозапись составляет 1080p это full hd есть в этом смартфоне вай фай есть различные датчики акселерометром датчики приближения 10 точечный мультитач здесь экран это то что в этом планшете наверное самое крутое и самое впечатляющее на первый взгляд то есть это шикарная матрица шикарные углы обзоров под любым углом все видно картинка у нас не инвертируется не изменяется не изменять свои цвета но матрица реально шикарно и посоревноваться с айпадом мини может в легкую прошивка у нас стандартная здесь есть официальные прошивки от миюай есть еженедельные прошивки которые обновляются вот сейчас у нас прошивками и 5 7 6 еженедельная но в принципе мое личное мнение по этому вопросу не стоит обновлять на эти еженедельные прошивки так как могут быть проблемы с устройством ну к примеру может слететь play market либо что-то ему там не понравится и он перестанет корректно работать я сторонник того чтобы установить одну прошивку пользоваться ней если она у вас работает достойно если вам ничего не нужно больше то лучше пользоваться и не морочить себе голову потому что потом придется прошивать проверять его и так далее по настройкам здесь стандартные настройки от сяоми настройки звука камеры отдельных приложений видео музыка галерея камера и так далее все это есть все здесь классно реализовано полноценный русский язык в планшете что касается вот этих вот внешних двух динамиков они очень классно играют это два стерео динамика мне очень понравилось звучание давайте попробую продемонстрировать как как они звучат в настройках допустим выберем какой-то звук в общем продемонстрирую вам звучание сейчас буду запускать игрушку и все сами услышать хотел бы отметить отличный звук в наушниках тоже звучание очень хорошая музыку слушать одно удовольствие по производительности планшет очень крутой нигде никакая игра у меня не тупила все что запускал все было ну просто супер процессор действительно топовый процессор именно игровой nvidia не зря делает видеокарты для компьютеров geforce и так далее поэтому здесь все на высочайшем уровне запущу просто там нова 3 и посмотрите на это качество на эту графику которую обеспечивает этот процессор ну и само собой на звук который я вам обещал поэтому как вы можете видеть действительно игровой планшет 8 дюймовый ну довольно таки удобный размер для игры я вам так скажу проверено на себе идем дальше тестировал я в этом планшете аккумулятор естественно аккумулятор здесь установлен на 6 700 миллиампер для 8 дюймового планшета в данном случае это средний показатель давайте продемонстрируем что у меня получилось время работы от 100 процентов до 30 в режиме работы youtube это у нас 4 часа 17 минут то есть если догонять его со 100 процентов там до 0 до 5 процентов то это будет районе 5 часов время работы со 100 процентов до 2 в режиме игры в режиме эпик цитадель это 3 часа 20 минут ну я могу сказать что это довольно таки средний показатель автономности в мобильных устройствах но в целом планшет ведет себя отлично аккумулятор не тает на глазах можно спокойно световой день отработать на нем можно поиграть в игрушки можно почитать новости в интернете можно посерфить поэтому здесь в принципе все реализовано нормально сказать что чего-то не хватает я не могу пользовался этим планшетом пару дней тестировал разбирался смотрел наслаждался от пользования минусом могу отнести то что данная модель у нас во первых ну она не поддерживает сим-карту то есть 2g 3g по нему нельзя звонить по нельзя пользоваться 3g интернетом фишка в чем вот снимается обзор уже в августе скажем так 2015 года и практически любой современный планшет он имеет в себе либо слот под симку в котором можно поставить сим-карту и например делать звонки либо можно пользоваться 3g интернетом здесь в этой модели это не реализовано я считаю что это один из самых главных минусов то есть это такой хороший домашний игровой планшет с которым можно посмотреть фильм можно почитать новости можно поиграть в игру но при наличии вай-фая то есть если вы где-то будете за границу ехать допустим и пользоваться ним без интернета там в дороге в пути ну максимум поиграть в игры которые не привязаны к интернету и посмотреть фильмы вот такая информация gps в этой модели тоже не работает он не присутствует то есть gps можно подключать уже опционально с со сторонними устройствами через usb и так далее камера в планшете то что мне тоже понравилось как для уровня планшета камера отличная есть различные настройки по камере камера 8 мегапиксельная камера с автофокусом автофокус хорошо отрабатывает в принципе пару фотографий я сделал как бы качество мне как для планшета очень понравилось вот такая вот детализация картинки получается вот то есть сфотографировать например листа 4 формата ну вообще без проблем планшет с этим справиться легко по skype общаться тоже все можно без проблем в 5 мегапиксельная фронтальная камера чуть только ухудшается условия съемки пропадает свет я имею ввиду допустим в условиях то сразу же у нас появляются шумы в камере и уже фотографии получаются довольно такие слабенькие с шумами с такими помехами ну на то это планшет как бы не не должен он так фотографировать как топовые смартфоны поэтому за камеру тоже сто процентов плюс это сто процентов пятерочку оставлю принципе все все рассмотрел все основные нюансы впечатление от пользования планшетом очень положительные ты действительно когда пользуешься не получаешь удовольствие ты не заморачиваешься не думаешь о том как что где все понятно все работает четко быстро нужно поиграть в игру ты запускаешь игру есть удобные кнопочки доступа то есть многозадачность ты можешь переключиться между режимами работы и так далее оперативки 2 кигов хватает за глаза никогда ничего не включила не тупила аккумулятора тоже хватает минусы это то что эта модель в принципе уже дни новая то что цена у этого планшета довольно таки велика в украине плюс-минус где-то в районе 5000 гривен в китае эта модель стоит примерно 180 долларов если вот заказ себестоимость грубо говоря этого планшета ну и недостатки это то что нет слота под сим-карту нет 2g нет 3g во всем остальном модель идеальная я считаю на этом все спасибо за внимание фотографии закинул на по ссылочке в описании заходим в нашу группу вконтакте заходим к нам в интернет магазин делаем покупки на эту модель и на другие смартфоны спасибо всего доброго спасибо за просмотр!